Ну мы сразу подключаем Париж на прямой связи с нами Елена Габриэлян, журналист Радио Франс. Мы обсудим последние санкции против России, насколько они чувствительны будут для французского бизнеса. Елена, здравствуйте, благодарю вас за участие. Итак, конечно, мистрали, да, они не попадают вроде как бы по третью фазу введенных санкций. И, видимо, очень давили, да, на президента Оланда, ну по некоторым данным. Как бы то ни было, секторальные санкции свел, в России довольно много французских компаний работает. Вот как бизнес реагирует, оценивал ли кто-либо уже возможные потери французов? Ну, в первую очередь, первые реакции, конечно же, были в экспертных кругах и во французской прессе. Сегодня, в частности, французская пресса вышла с такими заголовками, как «Позднее пробуждение Европы», «Как ответить Владимиру Путину». Это вполне объяснимо, поскольку речь идет о беспрецедентных мерах Евросоюза относительно России, потому что долгое время Евросоюз не решался на секторальные санкции и ограничивался такими точечными санкциями относительно лиц и предприятий. И, естественно, сегодня, когда оценивают в первую очередь потери относительно российской экономики, говорят об оттоке капитала более 50 миллиардов евро, а также о том, что понизились инвестиции, иностранные инвестиции в России на 50%. Но при этом ожидаемого эффекта Европа от точечных санкций не получила. В частности, Европа ожидала смены политического дискурса со стороны Кремля, и поворотным моментом стал все-таки сбитый самолет, в результате которого погибли 289 человек. И в самом Евросоюзе общественное мнение тоже уже склонялось к тому, чтобы переходить на секторальные санкции. В частности, в Германии Гатета Дершпигель опубликовала на прошлой неделе данные общественного мнения, согласно которым 52% поддерживали секторальные санкции. И во Франции тоже уже говорят о том, что в Украине, на востоке Украины уже идет война. То есть необходимость секторальных санкций в Европе понимают, что уже как-то назрело. Но как на это реагирует французский бизнес? На самом деле с большой осторожностью, потому что понимают эффект бумеранга, но при этом в Европе говорят, что этот эффект будет асимметричным, потому что в первую очередь в макроэкономическом плане нельзя сравнивать Европу с Россией. Для России Европа представляет более половины ее экспорта, то есть европейский рынок, а для Европы российский рынок не превышает и 7%. Ну а реакции, в частности, французского бизнеса, то пока с большой осторожностью реагируют, потому что преждевременно говорить о каких-либо последствиях санкций, вот в частности, такое заявление сделал финансовый директор нефтегазового концерна французского «Тоталь» Патрик де Шевардьем, и при этом он сообщил, что «Тоталь» приостанавливает закупку акций «Новатека», и это решение было принято после сбитого малайзийского лайнера, и по данным на 30 июня «Тоталь» в «Новатеке», акции «Тоталь» в «Новатеке» составляли 18%, и в течение трех последующих лет «Тоталь» планировал превысить, нарастить долю до 19,4%, но, как видим, «Тоталь» приостановил закупки акций, таким образом, по всей вероятности, предвидев принятие Евросоюзом санкций в отношении России, попытавшись таким образом обезопасить. Ну вот, вы упомянули о «Мистралях», но что касается этих вертолеты-носцев, то я напомню, что украинский президент Петр Порошенко выразил разочарование решением Франции все-таки поставить «Мистрали» России, и в соучете президент Франции Франсуа Алланта отметил, что корабль «Владивосток», строительство которого уже завершается, будет отправлено в Россию в октябре месяце, а что касается второго корабля «Севастополя», то все будет зависеть от поведения России. Ну, согласно рекомендациям Еврокомиссии, это тоже следует отметить, что экономические санкции не затронут уже существующие контракты, в том числе и в сфере обороны. То есть, таким образом, «Мистрали», санкции Евросоюза не касались «Мистрали», поскольку они не касаются контрактов и не имеют ретроактивного эффекта. Елена, недавно в Париже прошли антиизраильские демонстрации, переросшие в еврейские погромы. Вот все это было сделано в защиту мирного палестинского населения, гибнущего, как говорили в советское время, от бомб израильской военщины. Вот в Донецкой и Луганской областях тоже гибнет мирное население. Вот Париж как-то планирует реагировать на происходящее в регионе? Ну, действительно, на днях прошли антиизраильские демонстрации в Париже, и следует сказать, что во Франции проживают около 6 миллионов мусульман, и реакция на обострение израильско-палестинского конфликта во Франции всегда очень эмоциональна. Ну, и следует отметить, что в манифестациях приняли участие около 40 тысяч человек, и во Франции это не такая масштабная манифестация, поскольку здесь проходят акции, в которых принимают участие от 100 тысяч до 500 тысяч человек. Ну, и нужно сказать, что во Франции наблюдается рост и антисемитизм, а, как говорят эксперты, такой рост не был еще, а такой уровень антисемитизма, такие реакции не были со времен оккупации. Тем не менее, очень ошибочно говорить о еврейских погромах, и соответствующее заявление сделал им посол Франции в ООН, говоря о том, что речь идет об уличных беспорядках. Ну, в свою очередь, официальные власти Франции в очередной раз выделили 8 миллионов евро финансовой помощи властям палестинской автономии на восстановление инфраструктуры в секторе газа. А что касается ситуации в Донецкой и Луганской областях, то официальные лица Франции на этот счет не делали никаких отдельных заявлений. К тому же, Франция, как член Евросоюза, участвует в выделении финансовой помощи Украине, помощи, о которой ранее говорил Евросоюз. И, как заявлял президент Украины Петр Порошенко, эти деньги, в частности, пойдут и на восстановление инфраструктуры в восточных регионах Украины, восстановление экономики и создание рабочих мест. Да, все понятно, спасибо. На прямой связи с нами из Парижа была Елена Габриэлян, журналист радио Франс. Мы идем дальше.